Добрый вечер! Вы смотрите новости на Первом канале в студии Дарьи Милова. Коротко о главном. Скончался артист театра и кино Михаил Державин. В Италии и Германии задержаны чиновники, подозреваемые в связях с мафией. В Примуре Леопард напал на ребенка в контактном зоопарке. Основатель Викилик Джулиан Ассанж может лишиться своего убежища в посольстве Эквадора. В США смотрители зоопарка штата Висконсин не смогли взвесить пингвинов. А теперь обо всем подробнее. В Москве после продолжительной тяжелой болезни скончался актер театра и кино Михаил Державин. Ведущий актер театра «Сатиры» умер в возрасте 81 года. Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Он окончил Щукинское театральное училище и несколько десятков лет проработал в театре «Сатиры». Актер также активно снимался в кино и выступал на эстраде. А его роль пана ведущего в телепередаче «Кабачок. 13 стульев» стала легендарной. О дате и месте прощения с Михаилом Державиным будет сообщено дополнительно. Около 200 человек были задержаны полицией в Италии и Германии по подозрению в связях с мафией. В их числе несколько итальянских чиновников, а именно мэра трех городов Калабрии и глава администрации одной из провинций. Их подозревают в коррупции и выделении муниципальных подрядов фирмам, связанным с мафией, в обмен на поддержку в ходе избирательной кампании. Расследование также показало, что кланы мафиозных семей проникли в бизнес Италии и Германии, в частности, в сфере производства вина, продуктов питания, а также переработки мусора. У задержанных изъяты ценности и имущество на 50 миллионов евро. Прокуратура Приморья начала проверку контактного зоопарка, где леопард напал на двухлетнего ребенка. В новогодние каникулы зверинец чудесный, это под Уссурийском, приехала семья с двумя детьми. Когда родители отвлеклись на старшего сына, ему 4 года, младший подошел к клетке с хищником. В этот момент леопард схватил его лапами за голову. У малыша рваные раны и укусы. Мать тоже пострадала, когда пыталась защитить мальчика. В отношении родителей составлены протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. В администрации зоопарка заявили, что, цитата, мотивы у зверя были на самом деле дружелюбные. Власти Эквадора ищут возможность выселить Джулиана Ассанджа из своего посольства в Лондоне, где он находится уже 5 лет. Несколькими месяцами ранее произошел конфликт между Ассанджем и президентом Эквадора. Последний просил основателя Викиликс не комментировать испанский кризис. В ответ тот обвинил Морена в попытке заставить его молчать о нарушениях прав человека в Испании. Ассандж поселился в посольстве Эквадора, чтобы избежать ареста по обвинению в сексуальном насилии в Швеции. Сейчас дело закрыто, однако основатель сайта боится, что его могут выдать в США. Там его ждет суд по делу о публикации американских секретных документов. В зоопарке американского штата Висконсин, чтобы взвесить 16 пингвинов, смотрители пошли на небольшую уловку. Они поставили весы на ступеньки перед дверью в комнату и стали по очереди заманивать мойвы питомцев. Затея удалась, но лишь отчасти. Определить вес смогли только у пары птиц. Остальные, учуяв запах рыбы, гурьбой ринулись в помещение. Как будут развиваться события, вы увидите в следующих выпусках. До свидания. Продолжение следует...